создать учетную запись на боже мой просто тоже мне рогалик в котором разрешить рекламные письма идите нафиг вы авторизовались как поехали на и чеснока и айленд рафа у закрой флоришенка тенден туба и с протектов с сих годзов в улдом вас their people knew no struggle and their craft shone with potential but the mind of the sixth God became twisted and a heart turned on our brothers and sisters all soul should be hers she thought and buried seeds of her malice and might over death into the very fabric of our vaults watching as it takes into the minds of all living things the blessings of the remaining gods shielded those who were awash with their lights but all others fell to the hatred and would do so forever more in a desperate attempt to stop the spread, the Elri came together a forged weapon, a sword of a raven that could carry their shared might against their lost sister but the creation of the weapon left the Elri exposed a weakness that the portrayer could not ignore she took this chance to strike them down and imprison their immortal souls in tombs of her making deep below the earth satisfied with her success the portrayer retreated into the heart of our vault from where she would siphon the hatred from the world into herself yet the incomplete raven's weakened existence went unnoticed within its temple it bites its time lying in wait for champions strong enough to host its broken form and through them the raven's fulfill its purpose and end the portrayers rain once and for all and for all and for all связь с вороном в дремучих чащах Myurkskogon тут какой-то видимо а-ля какая-то скандинавская мифология плюс-минус да видите там щиты такие типа ворон как ворон Одина в самом сердце овальта кроется удивительный остров ходят слухи о великом испытании еще более великих сокровищах которые можно найти в его пещерах вот только добыть их сможет лишь сильнейший но стоит лишь воин уступить на берег острова судьба его предрешено опасть под тяжестью испытаний или подняться до невиданных высот пришло время вернуть утрачено ага жесть это самый странный перекат который когда-либо видел ахахахаха ахахаха ахахаха ахахахаха 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 может быть наоборот ладно пускай будет контрол сэтих вам сенья кнопочка ведет к цели основного задания возить противника основной атакой продолжить путь через руины доп. атака пройден испытание жид от рогалик это я откуда знаю наверное смерть рестарт мед прогрессия сфокусироваться на цели тапки я не уверен что не пригодится прям сильно удерживать доп. атаку разрушает щиты при отменить нельзя типа если уже сфокусировался можно это зажать надо жестко нажмите шифт для уклонения скольжения идеально уклоне если вы уклонитесь точно перед вражеским ударом это считается идеально уклонение я наклоняю повергается с ярость что некоторым сильно увеличить на сим урон то есть настолько сильно что призрачные обучающие могут нравятся на удара когда это почесть запись на камни так бочки не поломать умри разочек посмотрим ну не обучение читать никто не знает как откуда появились эллири известно только что они собрались вместе чтобы создать остров а пальто встать на защиту его жителей их последователи не знают боли и ни в чем не нуждаются мы преданно служим эллири верой они взамен учет нас и хранят от подступающей тьмы наследие плюс это вот звучит как мета честно говоря заглядывайте в журнал чтобы вспомнить чему вы научились по мере прохождения вы добавляете новой запись откройте инвентарь и перейдите в журнал так человек закажет сброшенную карту вы получаете 50 монет какие-то карты мастер меча щита каждый раз когда берете карту оружие из колоды смысле это что карточный экшен рпг рогалик и пытались плюс-минус крит шанс 5 на 150 крит рона ну хотя бы не 50 крит урона 150 а то я уж хотел сказать что опять все копируют геншин дальше один процент здоровья защита прочность так вот чем не напоминает мне напоминает ну я в принципе когда увидел что это рогалик с битвой от третьего лица хэнд офей а тут еще и внезапно какие-то карты есть остров тысячи павчих дабл джамп нужен пройдите пять испытаний плавать умеет не умеет ладно ну хотя бы урон не получил уже хорошо защита ворона предотвращают урон если защита получишь слишком на угром и потерять равновесие момент вражеской атаки до типа парирования получилась идеальная защита сбивает с ног на короткое время делает вас не извиняю да это типа парирование квен у него блин щит в руках он держится какой-то магией где-то есть полоска этой защиты вот почему она заканчивается понятно и с точки нет и 8 штучек идеального доступа сосредоточенность накапливается при совершении действий в бою и тратится при получении урона ваша сосредоточенность показана в виде голубой полоски в левом нижнем углу полностью восстановить сосредоточенность и применить всплеск да усиление атаки явно крутое или здесь опять же маншоты для обучения расходы за тонку это время влечет на сему инструмент позволяет забираться выше коготь ворона ладненько не научить его чистого побоевки и всяким механиком там и парирование уклонения и какие-то мощные атаки и так далее выглядит пока вроде плохо но почему-то же у игры отзывы смешанные на машин геймом большие проблемы причем игра не в раннем доступе игры в релиз полноценный это критический горжоком фига у меня крит шанс высокий 5 процентов это кстати стартовый кусок локера которые как раз можно обучение преодолеть всегда выглядит ну не так что плохо вроде бы все процентный крит по вазам а настолько на крюк 6 управления конечно окей создание оружия оставила сами хайлеры без защиты предательницы не упустила возможность воспользоваться их слабости и это нам показывали его сердце вальта где присосалась потоку исходящий от мира ненависти и сосал движение или того не хватает помежутно лично вот конкретно д додж прям элитные враги редкий элитный враг легендарный элитный враг это не похож на но будем спять идеальных еще подряд не получаю урона между ними я какое-то испытание в зависимости от их стихии редкости элитных врагов выпадают различные частицы а вроде элитный было между обычным нет все таки элитная не похоже частиц отображаются правом нижнем углу необходимо собрать три чтобы использовать частицы чего все здесь сейчас не получаю вам пока за это для ульты вот карты какие-то ноги позволяют вытянутесь из колоды карты награды к берете карта оказывается у вас в руке как берете карта оказывается у вас руки интер пробел потерянная манна получите две единицы манны и разыграйте выбранную карту разыгранная карта принесла вам манну что позволяет разыграть другие сильные карты все это нужно что карт чтобы разыграть большинство из них требуется манна а где 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 манна я вижу частицы монеты и 5 цвет а типа вот это тоже может быть это и есть манна мы меняем шмот все я понял да вот например у нас броня стоит единичку манна оружие меч щитом стоит 0 что вы сразу живых необходимость против они защиты поддерживать высокий сосредоточенности врагов покажет парирование самый топ гораздо круче уклоняться даже пробовать не хочу краснеет зависимости от забрали три частиц можете их активировать активация позволяет взять из кого до 3 карты 20 частиц стихии редкость активируемых частиц определяют то какие карта удастся взять броня плюс 30 здоровья 33 здесь 21 урона плюс 10 их броня и это же самое я это и другое наверное беру я же могу выбрать это и другое выбрать наверное не могу 10 брони звучит просто полезно да и просто урон это хорошо после розыгрыша старое снаряжение сосуда было заменено и можно закрыть это меня я хочу еще просто последнего испытания странные механики ну допустим собираем частицы с врагов чтобы налутать дополнительные и там и может из сундуков тоже просто будут падать ладно окей допустим вас и будут я думаю чтобы в целом мне вот пока геймплей на вроде более мне нравится мы еще не видели нормальных врагов кроме обучающих болванок что бегать где угодно можно можно забираться на горы не знаю зачем чтобы потом отсюда упасть и умереть в обучении урона от падения нет чаще пить врагов также чем во вражеском лагере может быть больше одного видного противника такие лагеря опасно на парирование пока самый топ все я не оброжал урон увеличил first encounter собрать частицу собрать вторую собрать третью вы собрали снова можете их активировать щербатый наперсток 30 урон от оружия карты реликвии реликвии выбраны после розыгрыша реликвии будут давать пассивный эффект всплеск расходуют имеющиеся монеты 10 процентов наносит врагам 6 урона за каждую потрачено карманные серьги плюс кошеломляющего удару давай вот это вот выглядит хорошо быстрее станет врагов звучит отлично меня нет манны у вас пока недостаточно манны для розыгрыша этой карты манна можно получить из карт награды в сундуках помансить можно типа от врагов там побегать по всему 3d айзек на драгами естественно рангер я вот пока больше всего склоняюсь к хэнда фэйту потому что в хэнда фэйт тоже 3d шная боевка кажется где-то здесь должен быть сундук я его просто не увидел пройти на платформу вот типа больше всего у меня пока что это хэнда фэйт ага я не могу если я нигде не встал я не могу повторно использовать крюк вот как они его ограничили не знаю нижней утрой тоже дружок мне нравится что не со всех вас монетки дают типа зачем я сюда пришел хламать если с них ничего не дают по моему это есть та самая локов я дрался такой ловкости прыжки больше не успеет меня все сладко съесть я сюда ела маленькие сникерсы которые оставила хозяйка про и мы приехали я уже топил весь кофе йог три в одном надо покупать такие забавные кружечки три в одном короче они маленькие такие типа реально на сто сто пятьдесят может не знаю максимум миллилитров потому что три в одном пьют из таких кружек я думаю что три в одном пьют не знаю 0 3 хотя бы эти прям малютки крепкий получается каждый пьет как удобно поэтому 3 что за шкала красная на реликвиях заполняется какая-то это гроба проведено испытания клип дали добраться до свалив гробницы вихрей получить его благословение и у вейкенд маневрировать вороном осмотреться ну полетели просто вниз до 5 идет на доп задание ведет к основным за это точно рогалик типа что происходит здесь инверсировано управление снижение скорости публик ворон удерживать превращаю что вернуться в облик сосуда вот и планер и жгур геншин сделали так это просто превратится ворона опять локая фланел ну пойдем он лагерь мопцов зачистим есть стелс глаз ворона то позволяет искать башни ворона сокровищ и врагов при этом также будут пока на текущей цели распространение ненависти восстановление здоровья к вы получаете урон часть потерь но преобразуется во временно я здоровье да застанься ты короче начал не станется нормально собрать частиц я не успел прочитать инфу про временное здоровье ну я примерно понял но и визит свое время начать здоровье можно остановить такой врагов шоу 1 по основное здоровье потом что устанавливать хорошо и плохо да нет даже не забавно такой группу розетит можно грабить корван его смотри это похоже на корван ненависть в сундуках нечистые сундуки заперт свой частицы ненависть поглотив частиц можно открыть сундук однако следующий раз при активации частиц вам достанется карта ненависти отдых для изможденных открывают одну ячейку для реликвии восстановите потерянное здоровье понятно 2 маны целых стоят получить 75 монеты пока не знаю куда их юзать поэтому просто за ноль и одну ячейку реликвия мне конечно мана блин нужно было ну ладно давайте смотреть что это за частиц ненависти при активации частиц ненависти вы получаете карты ненависти которые сразу начинают действовать жесть при открытии карты элитные враги и босс получают плюс 5 здоровья наносим урон ну класс блин последний к майне при каждой активации частиц вот это супер нужна реликвия надо сейчас 2 маны накопить либо меч щит критический удар который наносит во вративнике с кровотечением снимает кровотечение но из 200 урона слушайте ну вот честно пока выглядит не так же плохо в целом я не знаю разыграть карту сбросить карту это хэнд офейт 3 ты знаешь да походу я конечно много сопротивлялся да это похоже на какой-нибудь битву с элиткой да это шар ненависть сосуде получим про активации ненависти будет дополнять шкалы в правом нижнем углу запомнили они на шкале ненависти получите постоянно частиц ненависти от которой нельзя будет избавиться или вы не про если вы не пройдете гробницу до конца каждый заявили заводила свои части острова что мы называем а вальтом накоплива там свою мощь и забираю собирая свой народ аску принадлежит крутящийся уклана и слон ледяная гора сваль своим ветром властвует над холмами африд под плодородными низинами близнецам вальда идис достались леса светлый темный там сайт квест можно превратиться в ворона опять же ну если не умирать в воде то нормально да в целом вроде не так же плохо пока что я не не вижу почему такие негативные отзывы к ней выглядит интересен у как по крайней мере как задумка для рогалика в целом вроде очень даже ничего так он битвы какие-то нам элитная видимо битва наверно надо как бы на сайт квеста я не знаю я вот чего не понимаю насколько сложная локация меня ждет типа не перешел ли я сейчас куриент локацию вот зачищаю вот это вот а как кнопку нажимать x и зажать все понял наверное нет абсолютно не в ту сторону ладно мне надо отменять нафиг короче этот не буду больше наверное врагов цель брать тварь и убил нет значит блоки стоит я потратил они довольно сложно да я и я цешкой пытаюсь парировать опять частицы ненависти да что этих локах 1 ненависть блин синих в клоняться еще еще делать ману дай первоначальный базовый урон используем оружие типа вот релик кривика и счет броню используемых доспехов на 3 да где манна-то эти манну за сброс карт не дают манну того перечитаем типа было написано что вы можете найти манну в сундуках все что я запомнил у человека там пассивки какие-то есть за каждую сброшенную карту 50 монет каждый раз к вы берете карту оружия из колода остались картами чаще то мастерами чаще то и защита плюс пятнадцать броня процентов вы собирать или моменте обозначающих всех разбойников и изгоя что слоняются по вальту и отправляю отравляют жизнь деревням деревни и карты мест 5 деревень в которых она ведь не только торговцев которых продать товары за монетной жители которым может быть нужна помощь я просто не хочу ирку жать пока манну не найду нажму r во первых я получу проклятие во вторых я не получу доп единичку манны за то что я вот этот ключик поюзаю хочу его взять реликвия ключик выглядит супер нужный прям там явно какая-то элитка я не уверен что я хочу дойти или это пока не элитка еще элитка там не знаю рогатые шлемаки видит вазы может быть там наверх можно забрать может быть там еще сундук есть подсказки надо давай я пока чуть-чуть еще сам поразбираюсь может быть здесь в этом лагере есть что-нибудь еще прикольное типа ну или нет пойдем дальше можно мне блин в двух практически стартовых лагерях не не проклятые сундуки давайте обычные не выглядит интенсивно понятной не почему ты можешь ее узнать один раз как то если ты да вон опять проклятый сундука можно не проклятые сундуки пожалуйста ну а давай р хорошо ваши атаки ослабляют врагов с кровотечением плюс 18 броня охранный талисман броня звучит круто я не знаю где мне взять кровотечение при открытии карты элитные враги и босс получает плюс 5 здоровья и урона ну ясно типа квеста сейчас еще обучение там все подскажут ну в целом магично да наверное давайте уже еще одну локу на зачистим больно да сдохни ты уже с кровотечения здесь только я пока получаю 38 хп плохо забрать частицу ненависти возьмите три карты манна да наконец-то ура манна возьмите еще не экземпляр карты которые разыграли в этом прохождении которые не являются предвидением все потерянная манна выбрать награду разыграть потерянную манну разыграть ключ сильного после активации частицы я теперь получаю манны у меня теперь есть манна отлично собрать частицы собрать частицу активировать частицу усилить врагов еще на 5 процентов ну и взять вот эту штуку которую мне еще пока нет сразу же активировать заточку в предметы и в смысле а это не предметы это усиление своего нынешнего оружия думают как реликвия идет где написано что есть реликвия что нет ну типа вот иконочка наверно привет ну как игра сушно не знаю пока на самом деле забавно я я немного негативно относился из отзывов но в стиме но пока что в довольно прикольно мне вроде нравится возможно забрать вызывает а в смысле невозможно брать весь вот я его забрал вот я просто у меня один этот закрылся проклятым а вот так или вот так и литка выглядит красненькая все пойдем тогда она либо на майн-квест либо на либо на этот сайт квест это еще какой-то мощный мог да наверное это еще видимо босс не знаю очень красным светится еще всяких бандитов типа надо убиваете по дороге хорошему меня просто с хп уже проблем мне надо искать махилку или не получать урон вначале так хорошо вроде дрался а потом чуть нет чертчет нет он тут один шне не бывает один истребитель да в смысле дам классно истребитель громила не успел восстановить хп которая потерял ф вот и пошел на каких-то бомжей напал ну окей главным бомжом оказался я ладненько джи смотрим мету ну зато хотя бы на youtube чик обзор игры получится не таким долгим до с учетом того как я быстро слился умереть один раз смерть неизбежность крушим и щит выполнить 5 идеальных защит подряд убить 50 утлаги а хорошо наследие 70 ваша идеальная защита ослабляет такую еще вызывает кровотечение понял каждый раз когда вы берете карта оружие из колода она становится картой каких-то запорных топоров чего . учащего которые откроют мету время в разыграде есть религий за одно прохождение ежедневное что 4949 710 дней 2 часа допустим мне тоже понравилось багов не ловил так что не понимаю смешанный обзор типа пока что прикольно выглядит в целом я как бы согласен рожденный скрою особенность народ а видите есть выбор класса то есть расы каких-то базовых обилок топоры вместо меча и щита другое оружие есть вот видишь топоры и мечи каждый раз ну короче ты выбираешь один из билдов себе вот из пятерых видимо и тебе всегда падают именно эти шмотки торопись тебе осталось всего 136 лет на выполнение так я могу типа открывать пассивки другие во время всплеска всплесками вообще не понравилось еще помните о нем если врага кровотечение временное здоровье не расходуются это интересно только надо искать кровот кровотечение каким-то образом отпусти и забудь на ваших заморозку 20 раз я бы хотел открыть народ какой-нибудь ну пока не в этом его атоме это активная ярость повышает за шанс крита ярость это всплеск карта это просто колода 65 из 185 окей ладно давайте попробуем как новый забег начать